Антон Баранаускас занимается паркуром 5 лет. С детства ему была присуща тяга к прыжкам и активному образу жизни. Однажды увидев на улице, с какой легкостью молодые люди крутят сальто и преодолевают любые препятствия, Антон понял, что именно этим спортом он всегда хотел заниматься. Для меня паркур это, как сказать-то даже, неотъемлемая часть жизни, что ли. То есть, когда занимаешься паркуром, тебе просто параллельно на то, что происходит, всякие суета вся эта. То есть, неважно, что ты занимаешься для себя, чтобы развивать свое тело. Это поможет тебе в будущем. Например, нужно будет кого-нибудь помочь, спасти кого-нибудь, на всякий случай. То можно будет проще добраться до человека и помочь ему. Антон – один из трейсеров, людей, которые занимаются паркуром. Молодые ребята собираются на тренировки в различных местах нашего города. Они стремятся развивать свое тело и постоянно учатся новым трюкам – элементам паркура. По словам Антона, паркуром может заниматься каждый. В этом нет ничего сложного. Тело постепенно окрепнет, и сложные элементы начнут получаться сами собой. Главное было бы желание. Вот, например, этот прыжок сложен по технике, и не каждый начинающий паркурщик осмелится его сделать. Паркур – дисциплина, представляющая собой совокупность навыков владения телом, которые в нужный момент могут найти применение в различных ситуациях жизни. Основные факторы, используемые трейсерами – сила и верное ее приложение, умение быстро оказаться в определенной точке пространства, используя лишь свое тело. Основные ограничения в паркуре накладываются тремя его аксиомами – безопасность, эффективность, простота. Все, что идет вразрез с ними, выходит за рамки паркура. Владимир Иселиванов занимается этим видом спорта около 11 лет. Молодой человек любит острые ощущения и стремится совершенствовать уже имеющиеся навыки паркура. Также он приглашает всех желающих присоединиться к этому молодежному движению. Когда я занимаюсь паркуром, я получаю невероятные эмоции. Когда адреналин в крови. Ребята, занимайтесь спортом, паркуром. Это очень круто. Паркур не учит использовать какие-либо средства или приспособления, а позволяет использовать только собственное тело и развивать навыки поведения в условиях здесь и сейчас. Деревья, стены, крыши, парапеты и перила – обыкновенные препятствия трейсера. Молодые люди говорят, что здесь крайне важна скорость реакции, умение оценивать обстановку и свои возможности. Для того, чтобы заниматься паркуром, прежде всего необходимо познать себя. Вот сейчас в этих прыжках они снова и снова создают гармонию между духом и телом. А сами об этом даже и не задумываются. Им важно знать свои нынешние возможности. Так многие из них борются со своими недостатками и страхами. Екатерина Тагильцева, Сергей Чижов. Новости нашего города.